Ну и по пикам сразу давайте разбираться. Баунти Хантер. Первым пиком у коллектива UK Dota. Баунти Хантер и Queen of Pain от Team Empire. Сразу же в ответ. Базовые пики. В принципе сейчас интересно даже будет понаблюдать, кто там куда отправится. Будет ли это Йоко на Midlane или всё-таки это будет Resolution. Но пока в общем-то и не ясно почему собственно не ясно. Там я говорил, что происходит небольшая примерка людей на конкретные места. И Resolution прошлую игру отыгрывал на сложной линии. Играл на Night Stalker. И теперь он пока ещё непонятно на ком будет играть. Йоко очень ровненько отыграл, как и вся команда. В принципе там Aloha Den сравнеет всех. Отыграл Рубиком, украл Люсенбим и на хайграунде умудрился Рэмпидж заделать Рубиком в конце этой игры. Короче говоря, там было просто избиение младенцев. Обсуждать по сути нечего. 11 минут играли команды. ГПМ по 750 у топовых игроков. У Resolution и у Йоко. В принципе обсуждать было нечего. Ну и давайте вернёмся к данному матчу. Баунти Хантер, Висп и Даззл отлетают у нас в бан от коллектива UK Dota. Со стороны Team Empire в баню уходят у нас Dark Seer. И также Night Stalker отъезжает. Queen of Pain и Йос Шейкер в составе Team Empire. И Баунти Хантер вместе с Doom в составе UK Dota. Doom опять в пике. В прошлой игре он был в пике команды Empire. Он её преследует. Да ну и в принципе Doom вернулся в мету. Вместе кстати и с ещё одним парнем. Это Night Stalker безусловно. Давненько его не видели. А если и видели, то это был не керри-герой. Это был герой-саппорт. Герой, который в принципе как кор и не выглядел, и не планировался. Всё это было в роли саппортинга где-то на линии. С каким-то там маломальским потенциалом выхода в лейт. Сейчас же соответственно ситуация поменялась. И Night Stalker рассматривают как адекватного героя, который может бегать и убивать. Ну и теперь привет из Афганистана. Привет передайте своим фанатам. Огромный привет в Афганистан фанатам студии игрокам ТВ. Друга огромный респектосики полетели. Да и вообще в каждую страну откуда нас смотрят. Всё-таки у нас теперь пределов никаких. Благодаря интернету всем огромный привет и приятного просмотра. Race King залетает в состав Team Empire и это безусловно герой для Сайлента. Тут никаких шагов влево-вправо. Сайлент, стандарт стандарта, Блэйд Мэйл, Даггер, Мордиган. А дальше если игра не закончится, как пойдёт уже. Doom Bounty Hunter пока что есть в пике. UK Dota, Дизраптор. Залетает туда второй саппорт. Очевидно, Bounty Hunter будет здесь ромищей, единицей. Вряд ли он будет стоять где-то на сложной или просто где-то на линии вообще ошиваться. Скорее всего, какие-то побегушки будут с одной линии на другую. Скорее всего, там будет подрез курицы, подрез каких-нибудь ахилловых сухожилиев мидлейнеру. Посмотрим. Team Empire забирает себя Ancient Operation на четвёртом пике. Есть два саппорта хороших. Ancient Operation, Shaker. То есть, хороший такой прокаст уже намечается к вапа туда. Безусловно, Race King всё это должен ручками-ручками-ручками допиливать. Ну и со стороны команды UK Dota пока что не вижу мидера. И нет, по сути, у нас хардлейнера. Хотя, кто знает. В принципе, чтобы вы понимали. Тут игра идёт с полуаматорскими коллективами. Да чё полуаматорскими? В принципе, аматорскими коллективами. Профессионалов здесь не так уж и много. Это минимальный вообще процент. Те, кого не пригласили, это Na'Vi, это Imperia. Ну и ещё несколько более-менее известных имён. Все остальные, по сути, ноу-нейм команды. И борются они между собой. А если попадают на профессиональные коллективы, как я понимаю, шансов у них немного. Я надеюсь, вы тоже прекрасно это понимаете. Если сильно отдаваться профессионалы, аматорам не будут, то и просто на классе переиграть не проблема. Na'Vi пригласили на квалы, да? Окей, окей. Значит, всё-таки понятно. Да, у Empire были серьёзные притурбации по составу. Видимо, их отправили в опенквалы, а Na'Vi отправили. Если, конечно, не врут мне, ребята, в чате очень бы не хотелось ещё здесь. И так в мире полно лжи, а тут ещё и чат ложью порос. Team Empire, последний пик. Отлетают в баню у нас Брудмазер. И туда же отправляется ещё и... Ещё и Разор. Ну и кого не хватает здесь? В принципе, оффлейнера не хватает. Если Йоку у нас, конечно, отправится в сложную на Шейкере по классике. Да, скорее всего, так и будет. Я думаю, что теперь резолюшн Йоку... Тут надо немножко вернуться к истокам, с чего начинали. Шейкер от Йоку залетал на сложной очень круто. И это один из его топовых героев. Шейкер и Магнус. Два действительно хорошо заходящих героя от Максима. И Квин оф Пейн, конечно же, один из главных героев резолюшна. Тоже заходит на 5 с плюсом. Поэтому тут, конечно, надо, мне кажется, более опытного отправлять на свои линии. И сейчас не испытывать судьбу. Рейс Кинг — это, безусловно, герой Сайлента. Тут вообще выдумывать нечего. Но у Фьерс, скорее всего, будет Эншн Депарэйшн. А Рубик — это Алоха Дэнс. Он уже делал на нём рэмпэдж. Вкус крови, точнее, Рубик почувствовал в руках Алоха Дэнса. Так что ничего удивительного. Ну и команда UK Dota на данный момент забрала себе мидлейнера. Это SF. И нет пока что харды. Как я понимаю, прошло то время, когда баунти-хантеры ходили на хардлейн. Теперь на их места стали совершенно иные ребята. Говорят, дисбант Na'Vi после мажора. Твоё мнение? Я по этому поводу ничего сказать вам не могу. Я просто знаю, что Na'Vi лихорадит очень сильно. Как и многие СНГ коллективы. В частности, с Empire тоже не всё гладко. Происходят изменения в одну сторону. Во вторую сторону по составу. То есть убрали Йоку, вернули Йоку. Теперь небольшие там замены сначала Иван. Потом на его место берут сейчас уже нового капитана NoFear. И у всех проблемы. У СНГ, Доти у всех проблемы. Кроме тех, кто здорово выступил. Кроме той команды, которая здорово выступила на Интернешнл. Я, конечно же, сейчас говорю о коллективе Virtus.pro. Поэтому ничего удивительного, если Na'Vi отвалится по-любому. Ну что, возвращается переходник. Aloha Dance уже вернулся в игру. Остальные пока что... Остальные пока что подзалипли. Залипли. Куда подпадали? Непонятно. Вега. Как же Вега? Конечно, Вега сейчас топчик. Вега выиграли ESL1. Я, кстати, поздравляю всех, кто болеет за этот коллектив. А там, в общем-то, после вылета Virtus.pro. И... Не за кого было болеть. Огорчаешь, лысый из бразерс. Коих пор я стал Джуни Синцем. Что вообще случилось? Без него бы и в основную часть Инта не прошли. Артстайл в капитаны вернули, играли хоть. Ну, Артстайл был уже и ничем хорошим это не обернулось, насколько я помню. Я думаю, вы помните. Артстайл, конечно, хороший, наверное, человек. А с игрой там не заладилось все у Na'Vi. Поэтому это фантастика, сынок. Ну, вернули все игру в игру. Сейчас должны доразобрать своих героев. И мы плавненько назовем состав. Ну, в общем-то, уже можно об этом говорить. Давайте с UK Dota начнем. Mute242 играет у нас на Doom. А Whelp, он же Stand-In Whelp, играет на Bounty Hunter. Бигмен, это Слардар, Фоудол играет на Дезрапторе. И Кундрал Кимочи играет на Шадофф Инде. Если вдруг это какое-нибудь имя какого-нибудь героя из какого-нибудь Наруто, вы, дорогие анимешники, простите меня. Я так подозреваю, что это не настоящее имя, а, скорее всего, это вообще известная вещь. И если я там ударение неправильно поставил, то либо не смотрите это, либо не стрим, конечно же, конечно же, аниме, в принципе. No Fear играет на Ancient Operation. Йоку забирает себе Queen of Pain. Silent берется Бирвейс Кинга. Aloha Dance это Рубик и Шейкер у нас от Резолюшена. Ну, на это даже интересно смотреть на самом деле. Дорогие друзья, даже выдумывать нечего. Новые линии для героев это всегда плюс. И, безусловно, внимание вызывает и внимание заслуживает. Резолюшен на милишном Хардлейнере играет. Играет пока что в соло, потому что все здесь сместились на нижний лайн. Ну и на данный момент, в принципе, команда Empire почти целиком и полностью находится в нижней части карты. Наверху только Резолюшен. Резолюшен Бигмен его уже увидел. Я думаю, вы знаете, как с селедкой обошлись после патча 6.85. У нее теперь офигительно крутой спринт. Теперь не надо никаких фазов. Тут и даггер постольку поскольку нужен. Бежит быстро, бежит сквозь крипов. Скорость бега выше. Правда, срок действия данного спела немножко поменьше. Но спринт наконец-то стал спринтом, а не просто быстрым ставингом, когда ты 30 секунд можешь чуть-чуть быстрее бегать. Здесь ты бегаешь очень быстро и ты бегаешь сквозь любые препятствия в виде крипов. Правда, бегаешь недолго. Ну, такое нормальное. 200 методовку пробежал и уже потом встань. Резолюшен блочит крипов со старта. Давайте по лайнам быстренько пробежимся. Йоку на Queen of Pain стоит mid lane. Ancient Operation на саппорте. Пока что, видимо, на mid lane будет. Чуть попозже куда еще отправиться. Он тут курьер-курьер. Взял у курьера и доставил как курьер к вопе. Чтоб курьеру немного было бегать. И чтобы он, естественно, тут и не подстрял от Bounty Hunter. Это стандартная комба. Ну и Valve уже наполучал по голове на mid lane. Bounty Hunter помогает сейчас Shadow of Fiendu, которого коллектив UK Dota поставили на центральную линию. На легкой линии UK Dota Big Man в роли фармящего героя. На Слардаре отыгрывает и Дезраптор его саппортит. Резолюшен здесь в соло стоит на шейкере. Ну и со стороны Empire внизу фармящий Race King. Против него, по идее, должен стоять кто-то такой, который, 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 который не умирал бы хотя бы. Но и летит уже сюда Doom. И вместе с Bounty Hunter будут они внизу. Против триплы не сладко будет. Bounty Hunter покрепче, чем Doom. Doom на ранних стадиях вообще супер-мягкотелый. Тут, конечно, колечко себе приобрел Stout Shield. Но пробивать его несложно. Абсолютно несложно. У Савиона-то еще и криты есть, поэтому, если где-то в Doom зайдет, то печаль будет с ним полнейшая. Shadow Fiend под Shadow Strike страдает невероятно. Ну и Йоку пока к крипам его подпускает, но жизнь ему умудряется подпортить. Ну и в эта пачка крипов, в принципе, в плюс должна быть Йоку. Хотя по фарму, видим, траблы есть. Крипов добивать не получает Ancient Operation в это время. Забирает у нас Bounty Hunter. И где это случилось? Это черти где случилось? Что здесь аппарат-то делал? Ancient Operation, а как же он забрал-то его? Ну, по чилинг тачим, значит, руками. Развалили, ладно. Реплей смотреть не будем. Йоку на получал в это время у нас от Shadow Finda. Видим, два Shadow Rates было проюзано. И оба кайла, как я понимаю, достигли цели. Достигнули цели. Квапа 130 хп всего осталось. Какие-то этих траблы или что-то ещё инфы пока никто не даёт. Ну и давайте плавненько посмотрим, что у нас тут по фарму. В принципе, кто фармить должен, тот фармит. Слардар со стороны команды UK Dota и Silent на Рейскинге. На лёгкой линии оба пока что без проблем отыгрывают. И мешать им никто толком не мешает. Как там поживают оффлейнеры? У Шейкера 5 на 0. Неплохо, в принципе, фармит. У Дума 3 на 0. И Баунти Хантер только 1. Крип у него добит при этом одна смерть. Короче говоря, всё очень и очень не сладко. Как бы этот Баунти Хантер из маленького якоря не оброс бы ракушками. И на днище просто не утащил всю команду UK Dota. Ходить по лайнам, помогать это одно. Ходить по лайнам и фидить это совсем другое. Резолюшн даёт у нас фиссуры. И тут то ли чутьё, то ли что. Видеть он не мог видеть, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, но он не мог здесь видеть, потому что никаких сентрей. Да и здесь обсервов никаких нет у команды Empire. Резолюшн просто, видимо, пятой точкой почувствовал, что сейчас... Сейчас может быть Бобо. И развернулся, ушёл. Третья минута по голде. 750 впереди Империя. По экспириенсу 600 впереди Империя. Это не такое подавляющее преимущество, как было в прошлом раунде. Стан получил резолюшн. Фиссура у него есть. Начинает убегать. Но и на спринте, по идее, Серёдка его не отпустят. Баунти Хантер забирает этот фраг. Биг Мэн много сделал для того, чтобы забрать оффлейнера команды Empire. Но в итоге крыса крысит. Никуда от этого не деться. Баунти Хантер создан, чтобы стилить, подрезать. Где-то сзади так и случилось. С резолюшном до недавних пор капитаном команды Empire. Кстати, кто не в курсе, капитан Empire на данный момент no fear. Саппорт, капитан и, как я понимаю, координатор коллектива. Резолюшн теперь не капитанит. Даже несмотря так. СФ у нас просто через шадоу-рейзы разваливает Йоку. И это уже очень плохо попахивает. СФ, наверное, и сам, в принципе, в порядке, раз он так далеко зашёл на этих суперсложных квалификациях. Но всё равно, братья, отдаваться уже, по-моему, в... Нет, первый раз квапа, первый раз отдаётся. Ну, это в итоге-то скажется на общем состоянии. Мидлейнера сейчас четвёртая минута, у неё всего 14 крипов у квапы. Добито при этом одна смерть. И по Нетворцу, я думаю, тут минуты к 7-8 будет очень плотненький отрыв. СФ, да уже сейчас, одна тысяча на четвёртой минуте, это много. Перефарм есть, он ощущается. И СФ пока гораздо посерьёзнее, чем Queen of Pain. СФ, правда, время тратит на то, чтобы ещё и на леса отойти. С другой стороны, время — это деньги. И СФ полностью следует данному правилу. Пошёл в лес просто-напросто зарабатывать голду. Резолюшн тоже, я смотрю, выдворили со сложной линии. Надо куда-то ему отправляться. Но тут не станешь так, чтобы Йоку, например, пошёл. Йоку, Максим, ты играл всегда на харде, ты знаешь, как надо стоять. Мне очень сложно, пойди ты на харду. И представляете, да, Шейкер становится в мид против СФ, а Йоку уходит на харду. Ну, Резолюшн удачно здесь пришёл, Дума закрывают. А для кого закрывают? Алоха Дэнс должен руками, что ли, ковыряться теперь с Думом? Ну и Дум, кстати, с Таном. У него был клэ... А, нет, у него был клэп. Немножко подстопил Алоха Дэнс. Алоу ХПшный у нас Алоха Дэнс. Ну, там, в принципе, шарики из стали не дали Алоха Дэнсу дров наломать. Развернулся, ударил минус один от Тим Эмпайр. По голде зарабатывает 312 и по экспириенсу 228 в пользу Тим Эмпайр. Йоку опять лезет на рожон. У Йоку есть ульта. Сейчас-то, в принципе, сдуть его сможет. Да. Максим тут не стал жадничать, ну и это правильно. Пока бы он жадничал пару кайлов, прошло бы в Квапу еще одна нелепая смерть. В это время Руби, кстати, умирает у нас внизу. Сайлент дерется у нас с Велпом. Просветка по всем, и Велп, скорее всего, здесь отъезжает. Просто небольшое замедление от Ноуфира. Положила Айс Вортекс на землю, и Сайленту оставил фраг. Умничка, умничка, умничка. Кэп решает. У Сайлента практически шестой левел. В общем-то, при том, что он стоит на линии, он не лиса там съедает, как Энигма какой-нибудь или как какой-нибудь Дум. Вот. В принципе, левел достаточно неплохой. Идет тоже ровненько по крипам. У него топовый крипстат на карте, у него два килла, и по Нетворцу он уже опережает и Shadowfin, да, и Бигмена, Йоку, да, всех вообще. Сайлент хорошенько так оторвался, и у него уже появляется Бродсворд. В это время на мидлейне у нас разваливают в очередной раз Йоку. Сфа забирают. И Сф, кстати, достается все-таки Йоку. Shadow Strike там дотикал, насколько я понимаю. И ни Алоха Дэнс, ни Ноуфир в итоге фраг не получили. Ну и ладно. Йоку по-любому тут нужны деньги. Квапа без артефактов хороша. Квапа и вообще хороша, само собой. Там артефакты ей не нужны. Вот. Но очень желательные. Эти приятные мелочи в виде артефактов на Queen of Pain. Все-таки это мидлей. Безусловно, этот герой должен выносить чуть ли не больше всех в команде. Ну и Сайлента копейки, в принципе, остаются до приобретения Блэйдмейла. Я так понимаю, он по классике пойдет. Выдумывать ничего не станет. Сколько матчей мне приходилось комментировать. Империи и каждый раз, когда у Сайлента в Рейс Кинг в руках, сборка идет одна и та же. Она не скучная. Она реально такая, знаете ли, на реализацию. Это Блэйдмейл, это Мордиган, это Даггер. Не очень помню в какой последовательности Даггер и Мордиган. Но в целом набор вот именно такой. Блэйдмейл, после него либо Мордиган, либо Даггер. Ну и нужно я повторить. Сейчас видим, что уже, в принципе, купил себе Бродсворд, поэтому ясен пень, что это будет не Баттлфьюри, это будет Блэйдмейл. И есть, в принципе, против кого его юзать. И Сэф тут может хорошенько обжечься. И нормальный какой-то стан от Слардара. Под Амплифайд Дэмэджем бить начнут. В Рейз Кинга тоже, в принципе, есть вариант Блэйдмейл врубить. Ну и Голдан у него уже есть. Осталось только себе приторбанить пока что Курьер там разлетный. Ну и два игрока Тим Эмпайр перемещаются вниз. No Fear Aloha Dance поближе к своему керри. Да, Блэйдмейл у Сайлента уже готов. Здесь даже далеко ходить действительно не надо. Тут есть Секретшоп, приобрел Блэйдмейл на своей же линии. Йоку на центральную линию отправляется 41 на 14. За 8,5 минут очень плохой Крепстат. Тут, в принципе, ничего другого не скажешь. Крепстат, ну, мягко говоря, удовлетворительный, но нехороший даже. За 10 минут тут 80 надо иметь, как минимум. Тем более, когда вы играете против соперника, который не есть профессиональная команда, который не имеет такой колоссальный опыт, какой имеет Империя. Ну, тут хорошенько взяли за Эмпайр. Даже и, как бы, не стыдно это признаться. Коллектив действительно видно, что подсобрался. Если прошлая команда на этой минуте уже писала Good Game Well Played. Если не писала, то порывалась написать. Там счет был 20-0 уже к тому моменту. И там спустя 2 минуты Рубик будет делать рэмпатч на хайграунде. То эта команда играет ровненько. Она проигрывает всего полторы по голде. Она проигрывает всего-то 600 по экспириенсу. Это вообще ничего на 10-ой минуте. Поэтому тут с Империей придется посражаться. Резолюшн на сложной линии. 15 на 0 у него по крипам. Дела обстоят. 0-1 счет. Ну и давайте еще полминуты подождем. И я пробегусь по артефактам. Посмотрим, кто как фармит в команде соперника. Ну и, кстати, по крип статус. Лордар 65 и 63. Идет у нас Shadowfiend на Кундрал Кимочи. Господи, дай мне второй язык, чтобы я такие ники выговаривал. А свой родной не ломал. Фоудол приплыл без вопросов. Стан пошел в него. Крит моментально. И Алоха Дэн забирает еще один фраг. Как Алохе сильно понравилось фраги зарабатывать. Я смотрю, прям аж просится вообще из его рук, из его посоха вылететь там то фейтболт какой-то, то лишняя тычка в спину уходящему герою. Если No Fear оставляет героев, то Рубик говорит, ребят, ну а че, надо было быстренько до того, как он раскастует, что-то убивать его. И все, ну да, да, так и надо было. Ну, ребят, я должен был там сделать рэмп, что-то там по тактике игры надо было. Ну да, окей, окей. Ну и мидлейн, скорее всего, здесь упадет. У команды UK Dota T1. Лоу хпшный. И сейвить сюда никто этот тавер не бежит. Один крип, один рейнджевой крип. Здесь Йоку, здесь Сайлент и один рейнджевой крип с дэмэджем 25 добивает в итоге Т1 на мидлейне. И такое тоже бывает. Две с копейками по голде и по экспириенсу чуть более трехсот выигрывает команда UK Dota. Пока вы бьете тавера, мы бьем все, что видим. За тавера экспириенс не дают, а вот за любую живность на карте доты экспириенс дают. Ну и этот тавер, в принципе, в минус по XP Empire отправил. Все, давайте по артефактам пробежимся. 11 с копейками минут сыграно уже. То есть, прошлая игра уже закончилась. Трон уже упал, если что. Поэтому у нас игра совсем другого уровня. Ring of Basilisk есть, Brasser, Boot of Speed, Magic Wand у Doom. Сотня на руках. В общем-то, пока что на что-то хорошее претендовать не может. Очень легко справились здесь с SF. Он вообще-то далековато так залез. Фиссура пошла от Шейкера, закрыли. Сбросились по спылу, под Shadow Strike'ом, Scream of Pain. Короче, много всего в Fight Recap'е тут. Вы видите, да? Набор всего. Конечно же, Aloha Dance в этом принимал участие. И странно, что не он забрал этот фраг. Баунти Хантер в составе команды UK Dota. У него есть Аркан Буцы, есть Терпу в Веном и Magic Wand. Такой автономный герой, который будет бегать, подрезать, догонять. Если, конечно, дадут. У него плохое было начало. Сейчас немножко поинтереснее. И всё. У Баунти 3 килла уже есть. Дизраптор вообще на нолях абсолютных. Саппорт. Ничего с этим не придумаешь. Так, в это время Бигмена у нас 105. Aloha Dance крадет у него Amplify Damage. И под Amplify Damage этого самого Слардара и разваливает. Ульта аппарата ещё у нас пошла прямо в Дума. Квапа, в принципе, может прыгать. У неё есть Sonic Wave. У Resolution есть также Echo Slam первого левела. Фиссура есть. Маны достаточно. Но эту даблу можно было бы развалить. Сюда кто-то должен стянуться. И Ancient Operation уже двигается сюда. Ему не надо лично здесь, конечно, присутствовать. Ульту лучше давать издалека. Ну, если вдруг где-кого подсейвить, подстопить, тот же Вортекс бросить на землю. Он, если что, здесь. У Рейскинга уже 250 на руках. Поэтому Silent, я так понимаю, будет покупать даггер вторым артефактом. А потом уже думать о Мордикане. Слардар уже с даггером. 480 голды сверху. ПТ есть. Старт, Шилд. Ну, в общем-то, программа минимум выполнена. И против Империи, если ты играешь на квалах, то значит всё хорошо у него. Shadowfin приобретает себе уже Сенж. Будет выходить, скорее всего, в Сашу Яшу. Тут в статы просто направился у нас мидлейнер команды UK Dota. У него неплохой Нетворс. В принципе, 5-150. Квапа его всё-таки обогнала. Йоку заработал 6-100. И это на тысячу больше, чем у его визави на мидлейне. Хотя начало было просто потрясающе плохим. Слардар вряд ли здесь так быстро отреагировал. Потому что у даггера тоже есть скорость каста. И он улетел ровно в ту секунду, когда Шейкер положил фиссуру. Очень быстро справляется с Дизраптором. Рубик у нас в это время ещё и стан украл. И Слизерин Краш очень сильно может помочь в файтах. Пока что минус 2 делает. Команда Эмпайр ещё становится 11-4. И Йоку Доминейтинг стрит. Ну и давайте по артефактам Тим Эмпайр пробежимся. У аппарата, на котором играет Ноу Фир, в принципе, ничего интересного. У него, я смотрю, только суицидальные наклонности есть. У Ноу Фира. Сетку бросает на него Дум. Где-то Тролля здесь подъел. Хотя, может, и вытягивает на себя. Здесь уже есть Фоудол. Сайлент прыгает у нас на Дума. Ну и Дума будут просто раскидывать. Дума 5 дефа. Хотя нет, Дум развернулся. Ушёл. Велп здесь. Ульта СФ в это время внизу. Лохэпшный Алоха Дэнс. Не собирается умирать. Ну и под треком Алоха Дэнс здесь умирает. Крипа амодаться не получилось. Пока что размен 2 в 1. Это не в пользу Империи. Фоудол лохэпшный Биг Мэн прыгает здесь на Йоку. Йоку стан. Сетка. Амплифай дэмэдж. И Сайлент тоже, по идее, здесь умирает. Хотя нет. Сайлент только теряет Реинкарнэйшн. И забирает перед смертью еще Дизраптора. Но здесь толпой Сайлента должны запилить. Да, Сайлент очень много хп теряет. Под амплифай дэмэджем 3 милишных героя с нормальной дамагой. У Дума сотка. У Слардара 90. Там Джинада где-то, по-моему, да, есть? Есть, конечно, и Джинада, и Сирикентос максимальный. Съели в итоге Сайлента. 3 800 зарабатывает Team UK Dota. И 3 700 по экспириенсу. Ну, печальная история для Империи. Они выигрывали 5 с копейками. Теперь только 2 500. Ну и по артефактам. Резолюшн. 2000 на руках. Этих крипов убивает. Этих крипов тоже убивает. И у него, в принципе, готов даггер. Остается копейки. Алоха Дэнс. Должен много, в принципе, здесь иметь. Я смотрю, у него и по крипам нормально все. Да и на линии подфармить. И продамажить кого-то и ластхитнуть какого-нибудь героя. Вообще не проблема. Урнов Шадоус есть. У него есть Аркан Буцы. Ну, а все остальное в хилповые такие артефакты. Дасты. Варды. Даггеры. Какие там даггеры. Эквинов Пейн уже после... Юла приобретает себе... Не приобретает, а имеет в своем кошельке 1300 голды. И Резолюшн, конечно, отстает. Но мили-герой отправился на сложную линию. Как же не отставать? Не самый крепкий мили-герой. Будем откровенны. Ну, копейки остаются Резолюшну до приобретения даггера. Ну и под смоками. Эмпайр. В инвизе здесь в это время бегает Баунти Хантер. Прыгают сразу же на СФ. Ульта аппарата. После СФУ попадает. СФ отправляется в таверну. Он Фоудолл. Просто от фиссуры тут половинуха потеряет. Алоха Дэнс. Супер танк. Супер танк Алоха Дэнс. Не успевает посадить его. Не успевает Алоха Дэнс посадить Дума на голову летающему форсиру. Но, тем не менее, очень хорошо подралась для себя Империя. Минус 3 делает в этом файте. Сильно битый Рубик. Но вы видели, как вообще по львинам он танковал здесь на Рошане. Его вообще ничего не страшит. Ребята, я делаю рэмпиджи. Чего мне бояться? Угал здесь тысячи полторы зарабатывает Империя. И 2700 также по экспириенсу капает в актив коллектива Эмпайр. У Шейкера появляется Даггер. У Сайлента после Даггера еще 1600 на руках. И ждем, в принципе, заветный Мордик. Дальше уже по желанию. Да, ребят, вы извините, что у меня появляются друзья вверху. В стиме сейчас все это исправится. Больше это напрягать не должно. Там просто самому не в сети быть не получается на момент поиска матча. Потому что траблы случаются. Поэтому иногда, если что, пишите в чат. Я на чат реагирую. Я буду вовремя на эту ситуацию как-то отвечать и исправлять быстренько ее. Что ж, 16-8 на данный момент счет. По галде 5000 Империя. По экспириенсу 400 копейками. Тоже в пользу Team Empire. UK Dota не может пока свою игру нащупать. Видно, что они хороши в личном скилле. Но, как доходит до массовых командных файтов. Если нет фейлов от Империи. То Империя, в принципе, по 3-4 героя забирает стабиль. Ульта аппарата по двоим. В принципе, по двум кор героям. Сюда бы и две тпшки можно было сделать. Да и расковырять СФ. Империя занята немного другим. Они вардами накрыли вражеские леса. Здесь есть Сентрик. Здесь есть Апсерв. Здесь тоже есть Сентрик и Апсерв. Со стороны команды UK Dota. Что по Вижену? Вижен есть. Река контролируема. Но в нижнюю часть. Верхняя часть. Команде UK Dota недоступна. Амплифай дэмэдж у Слардара есть. Правда, первого левела копейки просто по экспириенсу не хватает Слардару, чтобы забирать Роху. Ой, точнее, чтобы амплифай дэмэдж был второго левела. Чтобы Роха быстрее у нас немножко сваливался. Вэлп в это время рассыпается ульта аппарата. Пошла и накроет троих. И сюда надо прыгать по-любому вообще. Шейкер должен врываться. И Эхо Слэм через 4 секунды будет. Шейкер, наверное, и без него может обойтись. Резолюши наступает у нас, кстати, на ульту Форсира. Ну и Резолюши на Эхо Слэм дает прямо перед смертью минус 5 от команды Эмпайр. Трипл кило от Йоку в данном замесе Резолюши из-за не очень хорошо рассчитанного вообще пространства в начале этой игры в итоге сливается. В итоге отдается и размен получается 1 в 6. Команда Эмпайр забирает пятерых героев. Забирает Аэгу УСФ. А Роху, конечно, не отбили. Не заработали себе. Но отбить золото, заработанное коллективом UK Dota, смогли. 1650 по голде, 3800 по экспириенсу. Алоха Дэнс, кому ты отдаешь? Да никому он не отдаешь. Он просто разворачивается и уходит. Велт наступает у нас еще и на ульту аппарата. Бежит Алоха Дэнс. У него, кстати, урна через секунду. Уже, в принципе, можно себя отхиливать. Ну и мстят за Алоху. Прыгает Сайлент и... Куда, ты, говорит, этот чувак Рэмпэдж делал? Ты вообще, ты на кого вообще прыгаешь? Ну, молодец, Алоха Дэнс. Болсов стил решают. Зазвенел, забрятцал, ушел. Хотя они ему не мешают, бегает быстро. Даже под треком умудрился свалить. Нас по кухе поднял человека в телекинез. Отправил немножко назад. А там, попробуй, кот, оббегай все эти крипы. Всех этих крипов точнее. И дезраптор не липнул. Не ливнул, дезраптор вернулся. Было бы печально, если бы на этой стадии взял дезраптор, да и ушел. А потом бы пауза какая-то на 2 часа, ребята. Мы ищем стендына. Сейчас будем переигрывать. Мы будущие победители Мэджора. Скорее всего, главные претенденты на Аэгу на Интернешнале. Поэтому будем ждать. И ждут. До 19 февраля 2018 года. 6 тысяч по голде, 7500 по экспириенсу в пользу Team Empire. В это время дезраптора очень быстро разбирают. Даже как-то уже и не напрягаясь. Ну, 20 минут понадобилось в команде Empire, чтобы игру перевернуть полностью в свое русло. Начать чувствовать. Тут немножко дискоммуникация произошла. Резолюшн дал тотем влетающего уже в ветрах Дума. Но это все Йоку. Это Йоку-червит здесь. В принципе, Йоку нормализовал более-менее свою игру. 127 крипов у него. 9 на 3 крипстат. Все достаточно неплохо. Видно, что с позиции силы Империя разговор ведет более-менее адекватный. Как только где-то на равных, как только там начинают выдавливать Империю с каких-то линий, тот же мидлейн изначально проигранный, у Империи начинаются травмы. Но как только нащупают какую-то нормальную игру, как соберутся вместе подерутся, понятное дело, что ноунеймы не ноунеймы, а нащупать свою игру в любом случае необходимо. Если вы куражитесь, как в прошлом матче, то все должны вместе куражиться. Никто не должен брать и уходить на 35 минут фармить леса. Это совершенно не та ситуация. И здесь, если вас наклоняют на какой-то линии, просто сместиться туда и проработать эту линию. И Алоха Дэнс. 4-2, 11 ассистов. Потрясающе хорошо играет Рубик. Как в прошлой игре, так и в этой. И, в принципе, все хорошо. Дайгер у него есть. Урнов Шадоус есть. Команда Импайр на мидлейне в это время забирает Тауэр. Ну и здесь Т2 вроде бы собирались UK Дота бить. Но Биг Мэн в кустах. В кустах здесь и СФ, если не ошибаюсь, находил. Но это пойдет сюда от Биг Мэна. Еще и Курьер. Команда Импайр здесь тусил. Ну и забирают себе барабаны Ancient Operations. Курьера. 25-9 по голде. Десятка по экспириенсу 11 тысяч в пользу Тим Эмпайр. Ну и давайте порть фактом пробежимся. 20 минут уже Рубеж перешагнули. Давно, а я что-то завтыкал по этому поводу. Блинк Даггер есть. Сэнжин Яш есть. У Шадоу Финда. У Дизраптора нифига вообще интересно. Слардар у нас с Огр Клабом готовится к приобретению Black King Bat, как я понимаю. Так-так-так. Баунти Хантер. Есть Мека, есть Аркан Булцы. Возможно, Гвардиан Грифс, если игра до этой стадии дойдет. Дум. Имеет Драма Фендеранс. Есть у него Пойнт Бустер. Готовится к приобретению Аганима Фейсбуцы. Рингов Базилус, в принципе, не очень хорошо. Дум у нас аж на шестой позиции по фарму. Его опережает, кто бы вы думали. Конечно же, Алоха Дэнс на Рубике. Он опережает Дума, который тут керировал, керировал, да не выкерировал. А 1250 голды у Рубика на руках после приобретения Блинк Даггера. Сайлент на Рейскинге уже покупает себе Хипперстоун. По-моему, в Курьере что-то лежит. Да, что-то лежит. Это готовая Кираса лежит. Потому что деньги, в принципе, на плейтмейл у него имеются. В принципе, все. У Сайлента будем считать, что заочно есть Кираса. У Шейкера появляется стафу Физа Дри. Есть Винго Фриген и копейки остаются до рецепта на Форстаф Резолюшену. Йоку после Юа покупает себе плейтмейл. Рецепт на Шиву есть. И 1200 голды остается до Шива с Гварда. Есть уже Аганим, Тапок. Ну и Батла осталась с незапамятных времен. Эншент Опарэйшн. Барабаны есть. Есть также Транквил Бутсы. Ну и, в принципе, науфиру по этой игре ничего толком и не надо. Ровные ульты давать надо науфиру. Но пока что с этим вроде бы он справляется. По ассистам это видно. Одна смерть, 12 ассистов. Кстати, очень крутая игра от аппарата, судя по количеству убийств, смертей и ассистов. 5-1-12 это, согласитесь, круто. Крипов столько... Сколько крипов, столько героев. Непонятно вообще, в какой зависимости те цифры. Он если убивает героя, ему надо убить крипа. Или если он убивает крипа, типа, блин, придется еще героя. Или наоборот, убивает героя, думает, блин, придется еще одного крипа убивать. Ульта аппарата у нас попадает по Бигмену. Форгерой команды UKDOT отправляется в таверну. Йокуф в одного Дезераптора отправляет свой ульт. Но минус в любом случае делает. Лодезераптор сразу же байбэк, очень сильно проседает по ХП команда Эмпайр. Сайлент старается отсюда уйти. Ну и потому что вся команда уже на ХГ. Но отхилится и просто на развороте работает команда Эмпайр. Йоку. Единственный, у кого нормальное количество хелс-поинтов. Но здесь минус 4 делает Эмпайр. ГГ пишет. Человек до сих пор непонятным мне никнеймом, играющий на Shadowfin. Ну и в итоге резолюшно тут в этой драке развалили. Ну и в целом проблем как таковых Империя не ощутила. Насколько я могу видеть. Ну и сейчас TeamEmpire выигрывает этот матч. И проходит в 1.128, если я не ошибаюсь. А я по-моему действительно не ошибаюсь. Ну и давайте кратко статистику этого матча для себя отметим. Квапа. Вот Йоку 5.6-6 по фарму. Рейс Кинг 5.2-5. Ничего крутого. Не так хорошо.